Музыка Так, ребят, всем привет! На связи Громакина Ярославна. Сегодня мы проведем разбор странички Татьяны, потому что она была второй в списке, кто попросил сделать обзор, видеообзор ее страницы. Итак, смотрим. Вот мы заходим на страницу Татьяны. Вначале посмотрим на аватар. Аватар мне нравится. Мне нравятся открытые жесты. Татьяна не зажата. Очень позитивная фотография. Татьяна улыбается, смотрит прямо перед собой. Сзади зелень. Сейчас как раз у нас лето. Это очень и очень актуально. Так, хорошо. Далее. Имя и фамилия написаны в правильном порядке. Вначале идет имя, потом фамилия, для того, чтобы не было официоза. Статус читаем. Со мной можно одеваться недорого, а выглядеть потрясающе. Мне очень нравится такой статус. Но вот то, что идет дальше, мне не нравится. Моя группа идет, ссылка, добро пожаловать. Почему мне не нравится? Потому что, смотрите, ссылка не крикабельна. Я на нее вот тыкаю сейчас, посмотрите, ничего не происходит. Просто так брать, копировать и переходить, да? Вот так вот выделять, копировать, потом копировать, перейти. Это вообще неудобно. Абсолютно неудобно. Группа должна у вас идти в закрепе с вашей левой стороны. Ну, то есть, вот сейчас отображается моя страница. У меня вот здесь группа Хилл Винаннерс. У вас должна отображаться именно ваша группа в закрепе. Школа Шитья, да? Вот здесь она абсолютно ни к чему. Еще раз повторюсь. Вот это бы вообще все, начиная со слов «Моя группа». Добро пожаловать, я бы убрала. Добро пожаловать, это тоже такое шаблонное заезженное выражение, что оно не цепляет. А вот самое первое предложение мне нравится, очень классное. Со мной можно одеваться недорого, а выглядеть потрясающе. Вы выглядите потрясающе, да? Скорее всего, возможно, даже в вашем платье, которое вы шили сами. Ну, может быть, нет. Но вот предложение мне очень нравится, остальное я бы рекомендовала убрать. Поехали дальше. День рождения. Ну, Татьяна молодец, не скрывает свой возраст. Но, в принципе, если хотите, вы, как женщина, можете год убрать, оставить только день, да? Город Козыл, пошиб одежду на заказ. Вот, да? Ну, вот отлично. У вас же место работы указано, зачем вы здесь стабилируете вот эту ссылку. Вот раз я навожу, и уже все всплыло, могу легко перейти. Родной город, языки, указаны детям, правда, без активной ссылки пока. Так, что-то я, знаете, что не увидела? Я не увидела семейное положение. Семейное положение желательно указывать. Вне зависимости от того, замужем, не замужем, разведена в активном поиске, в пассивном, да, вы не знаете, как вы хотите. То есть вы, как бы, не скрываетесь от людей. Вы никакую информацию не утаиваете. Вот вы все открыты на распашку. Нужно было бы, я бы все-таки порекомендовала указать семейное положение. Место работы посмотрели, опять оно идет. Ага, ну да, вы здесь еще мастер производственного обучения. Место работы можно было бы записать поподробнее. Ну ладно. ВУЗ, факультет, статус, жизненная позиция. Опять, ага, мировоззрение, православие. Я уже говорила неоднократно, если бы вы смотрели мои разборы, я всегда говорю, что две темы, которые нельзя указывать в своей основной информации, это религия и отношение к спорту. Все дело в том, что ваши потенциальные клиенты либо ваш потенциальный какой-то работодатель мощный, который может взять вас в свои сотрудники, да, может не разделять вашего вероисповедания. Скажем так, если человек, например, атеист или там какой-то другой религии придерживается более, скажем так, суровой, то когда он видит, что у вас написано православие, он может просто не принять вас в сочез. И вообще религия, это, наверное, то, что должно быть у человека в душе, не нужно ее выставлять вот так на показ. Я бы рекомендовала выбрать. То же самое касается отношения к спорту. Бывают там всякие статусы, да. Все дело в том, что если вы болеете за Динамо, ваши, еще раз повторюсь, клиенты за там какую-то другую, да, команду, у вас тоже может не сложиться диалог. Так, это мы посмотрели. Дальше смотрим, друзья, 1124. Это отлично, потому что чем больше друзей, тем лучше. Подписчиков мало. 79. Должно быть не менее 100 подписчиков. Когда у вас появится 100 подписчиков, вот здесь у вас, вот здесь, например, да, как вот у меня сейчас я покажу, вот, у вас появится статистика. Вы сможете просматривать свою статистику. Так, пока у вас ее, скорее всего, нет, потому что 79 подписчиков. Как можно быстро набрать подписчиков? Заходите в свои друзья. Вот так, оп. И смотрите всех друзей, у которых есть вместо лица собачка. Так, ну, пока я не вижу, вроде бы, все вполне активные люди. Если друзей собачки нет, посмотрите тех людей, которые совершенно никакой активности не проявляют на вашей странице, не ставят лайки, не ставят комментарии. Вот, одну нашла. Можно ее смело удалять с друзей. Ну, из 1100, но неужели 21 человек? Вот еще один, пожалуйста, да, не наберется. У вас 79 есть, вам еще 21, о, пошли они. Вообще, от таких собак нужно избавляться обязательно. Потом, когда у вас появится статистика, они вам будут только все просто. О, пошло их целая куча. Ну, понятно, да? Вот так сюда нажимаете на три точки, у вас будет графа «Удалить». Как только вы удаляете их друзей, они у вас автоматически переводятся в подписчиков. Хорошо. Очень много интересных страниц. 414 целых. Это я бы предложила, вам рекомендовала, даже очень внимательно их посмотреть, почистить от тех ненужных для вас грудь. Ну, оставьте хотя бы 40, не 40, а не 40. Это перевор. Просто какой-то. Хорошо. Едем дальше. Что посмотрим? Я зашла к вам так. Фотографии. Со страницы Татьяны. Сейчас посмотрим. Ну, замечательные фотографии. Все такие позитивные, очень радостные, с грамотами. Это хороший ход. Так. Это ресепшн какой-то, да? Дорог. Дорог. Новый год. Фотографии на сцене Татьяны. ВДВ. Здорово. Это был вчера у нас день ВДВ. Второе августа. Ммм, это что, Турция? Нет? Там обычно бывают такие. Точно, я угадала. Отлично. Отличные фотографии с путешествием. Мне нравится. Это, видимо, что ваша работа, да? Одна все больше, мама. Ну, у вас группа ценная, хорошо. Изделия отшиты и для заказа. А, ну вот, в принципе, есть. Вы показываете свои работы. Мне нравится, что вы показываете свои работы. Очень нравится то, что вы указываете цену. Многие люди закрывают те страницы, и даже те группы, и те магазины, в которых не указана цена. Создается впечатление, что продавцы скрывают как-то свою работу. Вот. То, что вы указываете цену, это очень здорово. Замечательные прихватки. Ну, это прямо наши мотивы. Буланудынские практически. Я думаю, вам надо расширять производство козыл, да? Но я думаю, Булануды, вы у вас тоже хорошо покупали. Так. Это что такое? Шука-боксы. Сладкие подарки. Ты тоже занимаетесь? Так. Новогодние подарки для вас. Все руки мастерицы, да? Ну, хорошо. Это ладно, можно оставить. Вот это немножко непонятно, ни с чем связано. Так. Ну, по фотографиям, в принципе, я пока не увидела ничего такого криминального, что следовало бы убирать. Давайте зайдем. О, 1677. Так, продолжаем. 1677 видеозаписей. А что мы тут видим? Ну, тут видеозаписи пока идут, видимо, связанные с работой, по пошиву. Пошив-пошив, потом личные какие-то записи. Ну, если они... О, качаем попу. Интересно. Вот смотрите, видео-отзыв от благодарного клиента. Ну, это замечательно просто. Если есть у вас такие отзывы, просто, просто шик. Это здорово. Тренировка в домашних условиях. Качаем попу. Пражнями ноги, мышцы попы. Ну, видно, что попа. Это, видимо, больной вопрос. Но все дело в том, что если у вас есть потребность таких видео, я бы рекомендовала сделать для них какую-то закрытую папку либо завести закрытую группу, в которой будете стоять не только вы, и вы будете скидывать туда все, что интересует вас. Музык, какие-то фотографии, сохраненки и видеозаписи. Вот сюда на личную страницу нужно помещать именно ту информацию, которая связана лично с вами, например, да, или с вашей работой. Ну, если бы вы были, например, тренером по аэробике какой-нибудь, то это была бы нормальная информация. А раз вы на данный момент позиционируете себя, как ваших одежды, то фотошоп тоже можно убрать, слои наложения, кулинария пошла. Ну, в общем, бардак пошел. Надо привести в порядок видеозапись. Похудение, йога. Когда вы придете в порядок, у вас и видео станет поменьше, и, возможно, оно будет поинтереснее, и легче будет находить видео с вами, да, как-то цветы зле. Понятно. Обратите внимание на ваши видеозаписи. Я бы все равно посоветовала их немножко как-то почистить. Так, теперь мы переходим дальше на новостную ленту. Давайте все записи посмотрим. Запись закреплена. Отлично. Когда есть запись в закрепе, это замечательно. Запись в закрепе – это репост с вашей основной группы. Даже если вы делаете репост, надо было его сопроводить как какой-то своей мыслью. Мыслью. Даже если это полностью ваша группа, и вы не администратор, руководитель, все равно. Нужно было что-то тоже дописать. Хотите бесплатную консультацию? Посмотрим сам репост. Ага. Так, ну, первое, то, что мне бросается в глаза, избыток эмоджи-смайлов, да? Если вы делали его рекламного характера, и хотели бы рекламировать через таргет ВКонтакте, вам, скорее всего, такой пост не пропустили. Потому что там допускается всего лишь до шести. Эмоджи, ну, они же смайл, да? Вот такие значки. У вас вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, уже шесть, десять, семь, восемь, девять, десять, перезбыток. Так, теперь дальше смотрим по хэштегам «Активный май». Абсолютно ни о чем мне не говорит. Майские тоже выпускные. Кызыл, кызыл, консультация. Где ваш личный хэштег? Вы, допустим, может быть, когда-то станете такой же знаменитый, там, не знаю, дизайнером, модельером, как Юдашкин, или Зайцев. У вас должен быть свой хэштег. Ну, поставьте хэштег «Татьяна Бадын». Или, как правильно, извиняюсь, неправильное ударение сказала. Да? Или придумайте свой хэштег. Ну, он должен быть лично ваш. Ну, что это, кызыл, я сейчас щелкну, там будут фотографии кызылы всякие разные. И почему здесь, как бы, ваша группа непонятна? Активный май, майский вообще. Ну, вот это вот, будто бы, может быть, я не знаю, ваша, да, школа штихознала. Очень длинный, невозможный для прочтения. И мало того, здесь еще почему-то сочетаются английский и русский буквы. И еще знак собака, нижнее подчеркивание. Нет, конечно. Продумайте, какой у вас будет хэштег. Ну, два, например. Ну, ваши личные. Еще раз рекомендую использовать вашу имя и фамилию, например, в хэштеге. И, ну, название группы, может быть, или еще что-то, какой-то хэштег, но он должен быть именно ваш. Так. Вот это, вот это. Тэн-тэн-тэн. Хотите консультацию? Давайте проголосуем. Хорошо. Смогу ли я оставить комментарий? Да. Отлично. Это очень хорошо, что вас на ответил для комментариев, потому что заказчики могут захотеть узнать у вас какой-то вопрос. Но, надеюсь, у вас стоит комментирование друзей и друзей друзей. Мы не для всех подрядов, чтобы не спамили. Так. О, опять пошел у нас репост. Так, кстати, посмотрим, когда это был репост сделан. Ну, в этом году слава. Так. Здесь у нас что? Сегодня. Ну, это хорошо, что только так, ну, есть, да, сообщение. Мне не нравится, что опять репост. А где ваше что-то? Где ваша мысль? Вы-то как думаете? Ну, то, что вы репостнули, как вы к этой информации относитесь? Положительно, отрицательно, негативно? Может, хотите поспорить с кем-то? Может, хотите написать, что вы уже такое шили или уже делали, а о чем-то трещу вообще? Что вы отлично разбираетесь в детях, там, вам одного взгляда хватает, чтобы поделить, какой размер там, да, или какой возраст, что-то было написать. Это просто репост. Так, опять репост. Министерство культуры и республики ТВ. Ага. Ну, вы, наверное, для себя это сохранили, чтобы прийти на эту выставку, не забыть о ней, я так полагаю. Но все равно нужно было так написать. Ребята, я обязательно буду здесь-то, здесь-то приходить и посмотрите, там, у меня на мотанат. Что-то такое. Опять репост. Обучаем веб-дизайну. Ага. Ну, это, видимо, вы себе сохраняете, чтобы не забыть. Если так делать, то я делаю немножко по-другому. Я веду диалог сама с собой. Сейчас покажу, как это выглядит. Еще вот так. Еще сама себя. Сама себе отправляю какие-то сохраненки, которые меня интересуют. Вот и все. Так, ладно. Можете делать так же. Управлять самой себе, но не на свою стену. Потому что это, ну, захламляет очень сильно. О, вот ваша мысль. Может быть, даже вы не сами сняли стихотворение битвы, но выглядит так, как будто оно ваше. Ну, поздравления с тематическими праздниками, да. Это правильно. Правильно. Приятный бонус. Вот вижу, вы же написали. Здорово. Хотя опять репост. Опять чей-то репост. Одни репосты. Надо как-то вам писать все-таки собственные мысли. Хотя бы 80% должно быть вашего контента. Или, допустим, 20% репостов. Вот, отпуск в Турцию. Здорово. Вот это вообще безобразие. Так. Я смотрю, пошли очень много репостов с вашей основной группы. Еще раз повторюсь тогда, что касается репостов с вашей группы. Если вы хотите как бы ее продвигать, да, и основную информацию из вашей группы озвучивать на своей личной странице, то тогда 70% должно быть любой другой информации, желательно развлекательного характера, и 30% – это репостов с вашей группы. То есть, грубо говоря, на один ваш репост должно быть три ваших хороших поста, ваших мыслей. Аудиозаписи. Аудиозаписи нужно скрывать. Все дело в том, что, допустим, вы можете слушать попсу, там, да, что-то где-то. Все подряд я смотрю. Тоже ваш, допустим, потенциальный клиент или работодатель может любить только классику и вообще плохо относиться ко всей этой музыке, и это его тоже может оттолкнуть в пользу выбора, допустим, какого-то вашего конкурента, который не показался, аудиозаписи их скрыт. В принципе, замечаний не так много, страница хорошая. Я бы единственное пересмотрела, еще раз говорю, ваш закреп, надпись «Закрепь», эту ссылку убрать. Пересмотрела бы, а, подписчиков стоит надо сделать, чтобы у вас была статистика, вы могли следить за ними, видеозаписи почистить и, конечно, собственный уникальный контент. Это будет гораздо интереснее для ваших читателей, для ваших поклонников, для ваших заказчиков. Успехов вам в вашей группе! С вами была Громакина Ярославовна. Субтитры сделал DimaTorzok